Давайте откроем наши Библии, пожалуйста, на 2 главе послания к евреям и 1 главе 1 послания Иоанна. Позвольте мне продемонстрировать вам кое-что другое, прежде чем мы прочитаем эти места Писания. Я хочу сделать это, чтобы как можно быстрее вести вас в курс дела. Эти маленькие часы, небольшой таймер, который дал мне Лерой Томпсон. И большинство из вас слышало, как он срабатывает. Звучит как гудок. И я могу завести его на время заваривания моего чая или еще чего-то. И когда он срабатывает, Глория говорит, Лерой здесь. И на примере этих маленьких часов, смотрите. Вы можете видеть их на всем пути от меня до него. Если вы будете смотреть, вы сможете их видеть. Но есть определенная скорость. Есть определенная скорость. И если я... У меня не хватит силы. Я не в состоянии бросить их с такой скоростью, что вы не сможете их видеть. Но если бы я мог... Если бы я мог бросить их с такой силы, чтобы они летели от меня к нему с такой скоростью, что вы не могли бы их видеть, ваши глаза не могли бы проследить за ними. И каждый материальный предмет... Эти часы, эта книга, пол, ковер, это здание. Все, что вы можете физически потрогать, это плотское тело. Понимаете? Это не человек. Это его земной костюм. Он нужен ему для того, чтобы жить на земле. Но сам человек находится внутри него. И этот земной костюм похож на самого человека, живущего внутри. Если бы человек мог выйти из этого тела и стать рядом с ним, вы бы могли сказать, что они принадлежат друг другу. Вы бы могли его узнать. Его дух более узнаваем, нежели его тело. Дух любого человека, особенно рожденного свыше. Итак, все. Любая материальная вещь, что бы это ни было, состоит из молекул, которые все движутся. И этой энергией, которая заставляет их двигаться, этой жизнью в этих протонах, нейтронах, молекулах, составляющих эту материальную вещь, которую я держу в руке, молекулах, составляющих мое физическое тело, этой энергией, которая порождает это движение, является жизнь Божья. Световая энергия Бога. Когда он сказал, да будет свет, то солнечный свет появился только на четвертый день. Но он высвободил световую энергию, которая будет держать эту Вселенную и всю эту массу вместе. Если бы вы могли увеличить скорость этих молекул до скорости света, вы бы уже не смогли их видеть. Вы бы больше уже не смогли видеть этот предмет, поскольку он перешел бы в сферу, которая неразличима, невоспринимаема для вашего физического тела. Этот предмет больше бы не был твердым для вас. Но для ангелов был бы. Они по-прежнему могли бы его видеть. Иисус действует в полном спектре, как на небе, так и на земле, полной власти. Его прославленное тело вышло из этого естественного состояния. Оно воскресло и было прославлено. Он больше не живет за счет крови. Он живет за счет славы. Он сказал, «Осижите меня, дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Где его кровь? Его кровь в небесном святейшем из мест, в небесном святое святых. Его кровь жива, и она сегодня именно там. Итак, Иисус действует на обеих сторонах этого спектра. Так что на земле плоть, для плоти твердая. Итак, дух для духа твердый. Ангелы могут это делать. Я не могу их видеть. Молекулы их структуры движутся слишком быстро, чтобы я мог их увидеть. Они движутся со скоростью света и больше. Я не могу этого видеть. Но посредством Слова Божьего я могу это видеть. с помощью этого Слова я могу видеть, что происходит там, по ту другую сторону. Мне нужен был кто-то, кто представлял бы меня на той другой стороне, поскольку все, что мне нужно до конца моего существования, находится по ту сторону этой линии. Брат Билл называет ее временной линией. Я говорил о ней как о световой линии. Это одно и то же. И сегодня мы оперируем самая высокая работа мозга, известная сегодня на Земле. составляет около 15-18% от наших умственных способностей. И средний человек использует всего от 8 до 12% того, что ему доступно там. Почему? Из-за тьмы. Стыдно, что люди, которые рождены свыше, остаются в этой тьме. А ведь нам был дан ум Христов. Переведите это. Ум помазанного, другими словами, через Иисуса, нашего первосвященника, нам доступно то же самое помазание для нашего разума, которое пребывало на его разуме, когда он был на Земле. И это то же самое помазание, которое пребывает на его разуме сейчас. Они потеряли его при строительстве вавилонской башни. Мы получили его обратно в день Пятидесятницы. Они потеряли язык при строительстве вавилонской башни. Мы получили этот язык обратно в день Пятидесятницы. И вам не нужно использовать свой мозг, чтобы управлять им. Мы можем обойти это и войти в Дух. И обойти сатану. Он не имеет ни малейшего понятия о том, что выходит из вас. Даже если он сможет понять сами слова, он не понимает, что было сказано. «Назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Это не просто переживание. Это открытая дверь к образу жизни. Слово Божие говорит, «Когда молитесь, верьте, что получаете, и будет вам». Там не говорится, «После того, как вы поймете, о чем вы молились». Там просто говорится, «Когда молитесь, верьте, что получаете». Мы с Крефла были вместе. Господь сказал практически одно и то же, и ему, и мне. с разницей в несколько дней насчет того, чтобы верить, что вы получаете, когда молитесь Духе, до того, как вы будете знать, о чем вы молились. Буду молиться умом или пониманием, буду молиться Духом, и я также молюсь о даре истолковании, чтобы мой разум больше не оставался без плода. «Боже мой, какой мощный инструмент был нам дан». И верить, что я получаю, когда молюсь, аллилуйя, пока это еще является тайной. Оно по-прежнему мое. И это было величайшим, наиболее главным прорывом в откровении в моей жизни и служении с того дня и по сегодняшний день. Я слышал, как Крефла Доллар говорил точно то же самое. Итак, посмотрите вместе со мной первое послание Иоанна. А лучше давайте сначала прочитаем вторую главу послания к евреям. 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Иисус также воспринял Он и, дабы смертью лишить силы, парализовать, вывести из строя, имеющего державу смерти или власть над смертью, то есть дьявола. Где сейчас власть и сила над смертью? Она в языке. Сила и власть смерти находятся в языке. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. «Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова». Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым. Скажите, «милостивым». Можно было бы сказать, чтобы быть понимающим и верным первосвященником. Он был там, где находитесь вы. Он понимает, с чем вы сталкиваетесь. Аллилуйя. «И Он пострадал намного сильнее, чем когда-либо приходило страдать вам». Итак, Он милостивый и какой? Верный первосвященник. Итак, заметьте, Он верный первосвященник пред Богом для умилостивления за грехи народа. И для того, чтобы быть верным Богу, Он должен быть верным вам. Если бы Он не был верным вам, Он не был бы верным Богу. Он милостивый и верный первосвященник пред Богом. Зачем? Чтобы передавать вам то, что есть у Бога. Должен был быть мост между тем, что находится по эту сторону от этой линии и тем, что находится по ту сторону от этой линии, потому что Он восполняет наши нужды по Его богатству в славе. Для того, чтобы проявить Его богатство в славе здесь, по эту сторону этой линии, нужно было соединить обе стороны этой пропасти мостом. Адам разрушил это. Была пропасть между небесами землей и соединить их мостом можно было только потому, что Бог нашел человека, который вступит с ним в кровный завет и будет соблюдать этот завет, тем самым открывая дверь, чтобы Бог мог снова получить сюда доступ и вернуть это благословение на свое место. вы следите за ходом моей мысли? Вы видите, где мы? Первосвященническое служение Иисуса, служение Иисуса как Господа. Он победил нашего врага, он победил грех, он победил смерть, он разрушил смерть, как говорит Писание, он разрушил ее. Почему у вас так много веры в эту смерть? Ну, это может не сработать. Ну, знаете, я знаю, что Иисус мой целитель, но может мне стоит лучше записаться на прием к врачу, потому что если по той или иной причине Иисус меня не исцелит, я могу умереть. И затем вы пойдете к врачу и вам пропишут пичкать свое тело каким-то химическим веществом и при этом заставят вас подписать расписку, говоря вам, что это вас убьет. Но по той или иной причине вас тянет в этом направлении. Почему? У вас больше веры в смерть, нежели в жизнь. И вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Вы не можете развивать веру в жизнь Божью, Слово Божье в силу служения Иисуса не проводя в этом время. Откройте первое послание Иоанна устами двух свидетелей. Давайте увидим это здесь, поскольку это, Боже мой, это сильная вещь. Я хочу, чтобы вы обратили здесь внимание. сразу же помечайте кое-что для себя. Научитесь. Моя младшая внучка, она еще дошкольница, ей сейчас шесть лет. О, ей нравятся всякие жуки. когда мы отправляемся в наш домик в штате Арканзас, там просто рая для жуков. Там столько всяких жуков, столько всего. Лягушки, сверчки, жуки. Там ползает все, что только можно себе представить. И Алекс, когда мы всей семьей выезжаем туда каждый год, отдыхаем там неделю всей семьей, мы постоянно работаем все вместе. Но мы выезжаем туда и целую неделю просто наслаждаемся обществом друг друга. И Алекс, скажу вам, она заглядывает под каждый камень, она копается там повсюду. Жуки, черви, что бы там ни было, они ей нравятся. И именно так я подхожу к Слову Божьему. Впервые я услышал это от брата Хегина, он сказал, мы будем охотиться на жуков, и мы заглянем под каждый лист, мы перевернем каждый камень, мы будем искать все, что можем найти в этом Писании. Итак, заметьте здесь, в самой первой главе первого послания Иоанна. О том, третий стих, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Зачем, Иоанн? Зачем ты мне это говоришь? Чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Помазанным. То есть это будет означать, что у нас есть общение и с этим помазанием, так же, не так ли? Аминь. И сие пишу тебе, Канет, чтобы радость твоя была совершенна. То есть моя радость станет совершенной, полной, изучая эту книгу. Слава Богу, это означает, что я стану сильнее, потому что радость Господа является моей силой, и Он моя поддерживающая сила. Я уже сильнее. Понимаете, именно так вы это и делаете. Вы питаете свой дух, и питая свой дух, вы полагаетесь на то, что силы, которые вы не можете видеть, будут действующими в вашей жизни. И мы увидим здесь, разбирая это, мы увидим, почему они не могут отказаться быть активными, действующими в нашей жизни. Именно такую цель мы здесь и преследуем, понимаете? И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Хорошо, я здесь останавливаюсь. Я говорю, спасибо тебе, Господь. Я принимаю полноту радости. Я не чувствую, чтобы у меня была какая-то радость. Никто ничего о ваших чувствах и не говорил. Мы сейчас говорим о том, чего вы не можете почувствовать или увидеть. Оно перейдет и на ваши чувства. Но какая разница, если оно не перешло? Это не имеет к этому никакого отношения. До тех пор, пока вы пытаетесь почувствовать это, увидеть это, попробовать это на вкус, вы ходите во тьме, вы здесь, внизу, вы связаны временем, вы ходите ниже этой линии, ниже этой святовой линии, вы здесь, внизу, где по ладам. Ну, если я не смогу этого увидеть, я не буду в это верить. Что ж, хорошо, отправляйтесь в ад. Разве вы не рады, что Бог не ответил таким образом? Просто подождите минутку, потому что я хочу поговорить немного вот об этой стороне этого. у большинства людей есть очень-очень большие трудности с пониманием того, какое отношение их слова имеет к результату их жизни и их состоянию. Почему? Вы научились использовать слова еще до того, как вам исполнился один год, и затем вы говорили только те слова, которым вас научили ваши родители, 95% которых были неправильными. Они учили вас тому, чему научили их. И именно поэтому в семью приходят так называемые родовые проклятия и остаются в ней, потому что из рода в род, из поколения в поколение, они все говорят одно и то же. И дьявол просто обустраивается там, из поколения в поколение. Если ваш папа был резким, вероятно, вы тоже резкий человек. И вы в конечном итоге будете делать и говорить то же, что делал и говорил ваш папа, что было ужасным для вашей семьи. Вы клялись, что никогда не будете так поступать, а в итоге поступаете так же резко, как поступал он. Почему? Потому что вы говорили то же самое. Но у людей возникают трудности с пониманием этого. И я хочу, чтобы вы сейчас увидели эту сторону этого, поскольку без этой связи вы не сможете выбраться из этой темной сферы. Я подумал, что Билл Уинстон, он попал прямо в точку, когда говорил об Аврааме. Единственное, как Авраам мог войти в это наследство, это называть несуществующее как существующее. И вы унаследовали это право. Более того, вы унаследовали поддерживающую силу, чтобы проводить это в жизнь, не только с помощью веры, которая была рождена вас, когда вы были рождены свыше. Но первосвященническое служение Иисуса наделено властью следить за тем, чтобы это осуществлялось. И именно так вы подключаетесь к этому обеспечению, которое находится по ту сторону этой линии. Притормаживайте его настолько, чтобы оно могло быть проявлено здесь. И вы могли положить его в банк и выписывать на него чеки. Или чтобы Слово Божие становилось плотью и исцеляло ваше тело. Понимаете? Но должен иметь место этот процесс. И знаете, у вас нет никаких проблем с тем, что то, что говорит Бог, исполняется. Не так ли? У вас нет с этим никаких проблем. У вас есть какие-то трудности с пониманием того, что произошло, когда Бог встал и сказал «Свет, будь!» И стал свет. И затем Он сказал следующее. И стало так. Он говорил, и так оно и становилось. И Он увидел, что это было хорошо. Другими словами, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. И без Него и Его Слово ничто не начало быть, что начало быть. У вас есть с этим какие-то проблемы? Нет. У вас нет с этим никаких проблем. У вас возникают трудности с тем, что осуществляются ваши слова. Поэтому теперь вы понимаете, что нам нужно обратиться к тому, что Он сказал и вкладывать Его слова в наши уста, и мы будем получать те же самые результаты, поскольку нам было дано право говорить, слышать, понимать и жить в и на основании Его слова. Итак, вернитесь сейчас сюда со мной. Следите здесь сейчас. Мы просто верим, что получаем. двигаясь здесь, поскольку это важно. И вот благовестие. Подожди минуту, Иоанн. Что это за благовестие? За послание. Это благовестие или послание, которое сделает вашу радость совершенной, полной. Это послание, которое откроет взаимоотношения со мной и с другими апостолами, и с мужами, и женами большой известности и веры, и с Отцом, и с Иисусом, и с Его помазанием. Что бы это ни было, я принимаю это. Слава Богу, это мое. И вот благовестие или послание, которое мы слышали от Него. О, Боже мой. Я верю, мне нужно услышать это, потому что это тот человек, которому Иисус передал заботу о своей матери. Да. Иоанн, этот человек, Иисус, вися на кресте, сказал своей матери, вот этот человек, Иоанн, он позаботится о тебе, теперь он твой сын, а ты его мать. О, да, я хочу услышать, что он хочет сказать. Он сказал, и вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, нет. И нет в нем никакой тьмы. Когда я в первый раз это прочитал, я подумал, это должно сделать мою радость совершенной. Я уже это знал. Нет, я не знал, я лишь думал, что я знал. Я сказал, что ж хорошо, благодарение Богу. Теперь, когда я знаю, что моя радость является совершенной, полной, что дальше? Понимаете, вы верите Его Слову, и когда вы поступаете на основании Его, вы активно принимаете Его, говоря Его своими устами. Оно сразу же приводится в действие. Вы не можете этого почувствовать, поскольку оно функционирует в сфере света, а не в сфере ваших плотских чувств. И оно обращено в направление вашей плоти. Что здесь происходит? Приходит вера. И это моя ответственность, ходить в вере и послушании, оставаться последовательным, держаться Слово Божие, продолжать исповедовать Его. Не имеет значения, чувствую я что-либо или нет, поскольку я знаю, я делал это уже достаточно долго. Итак, я знаю. Я знаю из этой книги. Мне была дана запись того, что происходит, когда я не могу этого видеть, что происходит, когда я не могу этого почувствовать. Я узнал, что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы, но я также узнал, что Он есть любовь. Я также узнал, что Он есть жизнь. Я также узнал, что Он и Его Слово это одно целое. Поэтому это Слово Света. Это слово жизни, и откровение его слова приносит свет. Слава Богу! Итак, обратите внимание здесь на то, что он сказал. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Что значит ходить во тьме? Почитайте дальше это послание. И вы придете к следующему. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна или преткновения. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Это отвечает вам на этот вопрос. Это достаточно неплохо это разъяснило, не так ли? Аминь. Я прочитал это, и я поверил, что получил это, «И ко мне пришло слово от Господа». Он спросил, какой глупец, зайдя в комнату, выключая свет и затем спотыкается обо все, что в ней есть. Он сказал, «Это то, что мой народ делал столетиями, отвергает ту одну заповедь, которую я им дал». Она состоит из двух частей, но всего одна заповедь. И отказываясь это делать, отказываясь исполнять это, и вы ее знаете. Дело не в том, что вы ее не знаете. Дело в том, что она не утверждена в вашей памяти. Она каждый день в течение всего дня не стоит на переднем плане вашего мышления. И когда вы несколько раз нарушаете ее, не каясь в этом, это ожесточает ваше сознание. И затем у вас возникает настоящая проблема, поскольку ваша вера не будет работать. Единственное, что делает ваша вера, она изо всех сил пытается помочь вам очиститься, но вы не слушаете. Она не работает над вашими финансами, она не работает над вашим исцелением, она ни на чем не работает. Она была связана по рукам и ногам в вашем сознании. И не верьте мне просто на слово, изучите Новый Завет. Особенно послание апостола Павла. И вы узнаете, как эта система работает. А теперь посмотрите на следующее. Просто продолжайте читать дальше. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса через Его помазание, Сына Его, очищает нас от всякого греха». «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Итак, здесь говорится о том, что говорить «У меня нет никакого греха, и вы прекрасно знаете, что он у вас есть». Грех, о котором он здесь говорит, это хождение во тьме, в том, что касается ваших братьев. Понимаете, это просто продолжение того, что он говорил. «Мы лжем и не поступаем по истине, если мы не ходим во свете и не являемся хорошими управляющими заповеди любви». Мы не исполняем это. И затем мы говорим, что не имеем никакого греха. Нет, имейте. Вы не ходите в любви со своими братьями. Лишь в двух случаях вам нужно просить прощения, каяться и все исправлять. В первом случае это когда вы поступили с кем-то несправедливо. И во втором, когда они поступили с вами несправедливо. Вы делаете первый шаг. Вы удаляете это из своей жизни. Вы удаляете это из своей молитвенной жизни. Вы выбрасываете это из своего дома, как гремучую змею, заползшую через дверь в ваш дом. Ваша семья в опасности, ваш брак в опасности, ваше тело в опасности. Здесь тьма. Вы готовы споткнуться обо все, что есть перед вами. Вам лучше облечься, ваше все оружие покаяться, прийти перед Господом Иисусом, вашим первосвященником, и вам лучше защитить свою семью. Не важно, что они сделали или что сделали вы. Покайтесь и удалите это из своей жизни. Это смертельно опасно. Ссоры, раздоры, где сварливость, там не устройство, и все худое. И Писание говорит, что мужчина и женщина Божья никогда не должны втягиваться в ссору, чтобы вы могли служить тем, кто противостоит один другому, потому что сатана уловил их в свою волю. Не стоит там быть. Почему? Вы ходите во тьме. И прочитайте этот стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, Иисус, наш милостивый и верный первосвященник. Скажите это. Наш милостивый, наш верный первосвященник. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен, слава Богу, верен Богу, да, и верен вам, простит нам грехи наши и очистит. И очистит нас от всякой неправды или неправедности. Но там есть одно слово, которое мы не прочитали. Помните, Он милостивый первосвященник. Он верный первосвященник. Но заметьте здесь, Он, будучи верен и праведен. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, это правильно. Для Него правильно это сделать. Для Него сделать что-то другое будет неправильным в глазах Бога. И так Он верен Богу, Он верен вам. И это будет чем-то праведным, если вы исповедуете перед Ним свой грех. И Он не только простит вас, но и очистит вас от всякой неправедности. И как только вы придете к такого рода абсолютной уверенности в Его первосвященническом служении, тогда вам не нужно. И никогда не следует зависеть от того, что вы чувствуете по поводу этого греха, для того, чтобы принять свое прощение и очищение от Него. Он сказал, что Он сделает это, когда вы Его исповедуете. Исповедуете этот грех. Но подождите минутку. Когда вы исповедуете Его? Как? Что это за исповедание? Давайте вернемся к третьей главе послания к евреям. Послание к евреям. Третья глава. Итак, братья и святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. 12 стих 4 главы. «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенные от Него или от Слова Божьего». Видите, здесь говорится «Слово Божье». Слово Божье острее. «И нет твари или творения, сокровенные от Него». «Вначале было Слово и Слово было у Бога и Слово было вначале у Бога». Слово Божье и Бог является одним целым. Это не книга о ком-то. Эта книга является кем-то. Она является таким же проявлением Отца, Сына и Святого Духа на земле, как и любой из этих троих. Это книга. Итак, «Но все обнажено и открыто пред очами Его». Очами Его Слова. Очами этого первосвященника. Ему дадим отчет. Итак, «Имея великого, милостивого, верного, праведного первосвященника, который не только простит, но и очистит нас от всякой неправедности, когда мы исповедуем грех». Прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего, не своих чувств, не чувства вины. Исповедание, что Иисус верный, Он милостивый, и Он праведный, и Он мой. Аллилуйя. Он верен моему исповеданию. И это не имеет никакого отношения к моим чувствам. Если я актом своей воли решил простить вас, и я прихожу перед моим первосвященником и говорю, «Иисус, Я участвую в Твоем первосвященническом служении, согласно вот этому, здесь, что мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Именно поэтому Он милостивый. Посему-то приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Я пришел сюда не для того, чтобы просить о ней, я пришел сюда, чтобы получить ее. Он верен Богу, и Он верен мне. Поэтому я намерен быть верным Ему и верным Его Слову. И мне все равно, что говорят на этот счет мои чувства. Мне все равно, что говорит на этот счет мой разум. И уже тем более, мне все равно, что говорите на этот счет вы. Аминь. Вы можете называть меня кем угодно, мне все равно. Вы даже не представляете, насколько мне все равно. Господь Иисус, я простил брата такого-то, такого-то. Это был акт моей воли. Я простил его просто потому, что я отказываюсь ходить во тьме. Я отказываюсь ходить в грехе непрощения. И я сказал неправильные вещи, и я сделал неправильные вещи, и мне не следовало их делать. И я удаляю это из своей жизни. И я снимаю это с него. С этого дня. И запишите это в видение, как Бог сказал Аввакуму. Возьмите эту книгу и запишите это время. Запишите местописание. Запишите то, что вы сказали. И что вы верите, что получаете. Если дьявол придет и будет спорить с вами об этом, тогда покажите ему свой Новый Завет и покажите ему свой личный дневник. Вот когда я поверил в это. Поэтому убирайся. Тебе нечего мне сказать. Но я верю, Господь, что получаю прямо сейчас Твое прощение меня и полное очищение от этого греха, который я только что перед тобой исповедовал. В заключении этого. Позвольте, я закончу вот эту часть этого. Вы встаете после этого. И вы читаете эти местописания. Читаете эти местописания. Я прощен. О, да. Как акт моей воли, я принял это решение. Я простил. И я принял мое прощение. Вы проходите через разные местописания. Я знаю веры, что мой небесный Отец изгладил мои преступления. И сейчас Он предложил мне чистую страницу в своей памяти, чтобы я припоминал Ему и напоминал Ему то, что я хочу, чтобы Он обо мне помнил. Это не имеет никакого отношения к тому, что я вчера сделал. Абсолютно. И я стираю это из своей памяти. И все идет отлично. Но вот на следующий день вы встречаете на улице того человека. И вы толкаете свою жену. Вот этот человек. О, нет. Иисус. Я думал, что я простил его. И все это чувство вины снова наполняет вас. О, Боже. О, Иисус. Иисус, прости меня, прости меня. И вот вы снова согрешаете, но не против него. Вы согрешаете против верности и праведности вашего первосвященника. Это плохое дело. Просто потому, что вы почувствовали чувство вины. Вы почувствовали гнев. Это симптомы того, греха или непрощения. И непрощение. А Господь верен. Господь праведен. И вы сделали это по слову Божьему. И если, когда вы это сделали, вы высвободили в это свою веру, тогда, что касается небес, это было сделано. Но теперь вы вернулись назад и подобрали это, потому что вы были впечатлены тем, что вы чувствовали. Чувствуем вины и тем, что вы по мнению этого мира должны чувствовать. Во что вы теперь впадаете? В осуждение. Давайте закончим восьмой главой послания к римлянам. Восьмая глава римлянам. Откройте ее. Нигде в служении Иисуса ничего не говорится о том, что Он пришел, чтобы осудить. Он сказал, «Я пришел не осудить мир, я пришел спасти его». Итак, смотрите. Римлянам, восьмая глава. Первый стих. «Итак, нет ныне...» Скажите «ныне». «Ныне» — это когда? «Сейчас». Вы не можете сказать «сейчас» о том, что было когда-то раньше. Каждый раз, когда вы говорите «сейчас», оно обновляет себя. Это «сейчас». «Сейчас» вера есть. «Итак, нет ныне, сейчас» никакого осуждения. Никакого осуждения. Тем, которые во Христе Иисусе живут не по пяти физическим чувствам или чему-то, что они могут сказать, но которые живут по духу, которые живут по Слову Божьему, которые живут по вере, которые живут по любви, которые живут по Его первосвященническому служению, а не по своей низкоуровневой плоти. Почему? Что это? Почему это так? Почему? Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе. Это внешние границы Его первосвященнического служения. И именно внутри этого закона Он и действует. Закон света, закон любви, закон веры. Он первосвященник. Не выкрикивайте Ему закон греха и смерти, ожидая, что Он выйдет за пределы закона Духа Жизни во Христе Иисусе и придет туда и сделает что-то для вас, когда вы во весь голос кричите, что вы недостойные, что вы нехорошие, что вы просто старый грешник и никогда не будете представлять из себя ничего стоящего, что Бог никогда не сможет вас благословить и «Мои дети там, на улице, они умирают и идут в ад, они сидят о наркотиках, и у меня болит спина». Я на этом остановлюсь. Я закончу следующим. Он «Господь над законом греха и смерти». Он победил его, и Он дал вам власть над ним. Он наделил вас правом носить его всеоружие. Он именовал вас от себя. Вам было дано то же самое имя, которое выше всякого именуемого имени. Вам было дано его всеоружие. Вам была дана его жизнь. Вам был дан его Дух Святой. И он соединил мостом сферу света со сферы тьмы. И он принес вам свет с небес в эту сферу тьмы. Мы ходим во свете, подобно как он во свете. И его кровь очищает нас от всякого греха. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому удалите из своих уст закон греха и смерти. Удалите слова закона греха и смерти. Слова поражения, сомнения, неверия и страха. Удалите их из своих уст. Начните говорить слова любви. Начните говорить слово Божье. Начните говорить слова веры. Начните говорить о милостивом, милосердном, никогда не осуждающем первосвященнике, который любит меня. О, слава Богу. Я узнал из Слова Божьего, что мой отец любит меня так же сильно, как он любит Иисуса. Религия не примет этого. Фактически, когда я впервые это увидел в 17 главе Евангелия Теана, я ходил туда-сюда, по маленькой комнате в том маленьком доме Сан-Филады, в котором мы жили в Талсе, штат Оклахома. В этой части Америки вы не знаете, что такое дом Сан-Филады. Вам нужно поехать в Техас, в Миссисипи, Алабаму, в Джорджию, куда-то туда, где есть домики Сан-Филады. Это маленький дом. Вы можете встать в проеме входной двери и выстрелить прямо по коридору из дробовика, и эта дробь вылетит в заднюю дверь, ничего не задев. Все комнаты расположены по ту или другую сторону коридора, и обычно кухня находится здесь, здесь спальня, и в зависимости от того, какого размера у вас дом, это может быть и все. И тот домик, в котором жили мы, был чуть побольше этого. Я ходил по той комнате, и я наткнулся на это в 17 главе Евангелия Теана. Иисус молился там, и я сказал слух, я знаю, что он никак не мог молиться о чем-то, что не является правдой, но задумайтесь об этом, здесь говорится, Бог откроем, что ты, и покажи это миру, что ты любишь их так же сильно, как ты любишь меня. Я сказал, вы хотите мне сказать, что Бог любит меня так же сильно, как он любит Иисуса? Боже мой, как такое может быть? Он безгрешный и совершенный. Я тогда не знал, что я тоже стал таким. Я тогда еще по-прежнему думал о своем прошлом. И это было всем тем, что удерживало меня за пределами воли Божьей. Билл Уинстон проповедовал об этом. Это было мое беспокойство и страх в отношении обеспечения, которые удерживали меня от того, где мне следовало быть. Почти полных 4 года, прежде чем я, наконец, отправился туда, где я должен был быть. И я подумал, Боже мой, посмотрите на это. Бог любит меня так же сильно, как он любит Иисуса. Затем я подумал, знаете, так и должно быть. Он отдал себя, чтобы приобрести меня. Это должно придать мне какую-то ценность. А, ну нет, знаете. Да, 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 да. Это то, что говорит Библия. И я решил, я начну говорить это о себе. И мной владел страх. Мои колени. Когда я в первый раз сказал это, у меня тряслись колени. Бог любит меня так же сильно, как он любит Иисуса. Скажу вам, это изменит волосы на головах религиозных людей. Крайность. Заблуждение, заблуждение, заблуждение. Крайние взгляды, крайние взгляды. Провозгласи это, ухвати за это, назови это, предъяви на это права. И все это время я был крайне спасен, крайне исцелен. Крайне воскрешен, чтобы сидеть с Господом на небесах. Я называю это, предъявляя на это права, провозглашаю это, ухватываюсь за это, и у меня это есть. Аллилуйя. И оно продолжает становиться все больше, больше, больше и больше. И мой Бог, мой отец любит меня так же сильно, как он любит Иисуса. Мне бы хотелось знать, чего я должен бояться. Он верный, он милостивый первосвященник, он мой Господь, он мой Спаситель, мой Бог, я невиновный человек, Аллилуйя. Я рожденный свыше человек. Исполненный могущественным Святым Духом Божиим. Я вечный человек, Аллилуйя. Я буду здесь вечно. Да, и у меня есть Отец. У меня есть Отец. У меня есть Папа. У меня есть Папа. И Он большой, большой, большой. Именно поэтому у меня нет страха, когда я иду долиной смертной тени. Мой Папа самый большой в этой долине. У меня нет страха. Слава Богу! Аллилуйя! Слава! Давайте сегодня снова откроем наши Библии на второй главе послания к евреям. И мы обратим особое внимание на те места Писания, которые мы читали и обсуждали вчера. И мы сегодня снова их выделим. Я хочу, чтобы вы снова отметили это во второй главе послания к евреям. послания к евреям вторая глава. А как 14 стих «А как дети причастны плоти и крови, то и Иисус также воспринял оно, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Итак, это служение Иисуса как Господа. Мы говорили об этом. Но сегодня мы акцентируемся на первосвященническом служении Иисуса и на очень особенной части этого призвания. Итак, вот это первосвященническое служение. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». «Посему он должен был во всем, обратите внимание, во всем, во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, первосвященником». Понимаете, он милостивый и верный первосвященник, но он стоит между Богом и народом. Поэтому, чтобы быть верным Богу, он должен быть милостивым и верным народу. Невозможно. Просто невозможно. потому что Бог не может лгать. Такого не может быть. Чтобы вы действовали по Писанию и в вере, были послушны Слову Божьему и просили и нуждались в первосвященническом служении Иисуса, а Он вам отказал. Нет, это будет проявлением неверности. И откройте сейчас первое послание Иоанна. Это будет проявлением неверности. Не только по отношению к вам, но и к Богу. И мы здесь сейчас увидим в первом Иоанна, в первой главе, в девятом стихе. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен...» Обратите внимание на слово «праведен». В некоторых переводах Библии это слово переведено как «справедливый», от которого, например, в английском языке происходит слово «оправдывать» или «справедливость». Справедливость — это то, что правильно делать. Все в итоге должно оказаться правильным. Если у вас есть справедливость, в итоге все должно оказаться правильным. И это используется в переводе слова «праведность». Не позвольте слову «праведность», не позвольте ему стать религиозным словом для вашего мышления. Оно было облачено в религиозное определение, и люди просто используют его религиозно, понимаете? Но это не религиозное слово. Это слово завета. «Быть сделанным правым». Оно дословно означает «быть примиренным в правильное положение» или другими словами «ваши грехи были изглажены, удалены». Итак, Иисус какой? Он верный и праведный. Праведный. подчеркните для себя это. Он не только верен, но он праведен, чтобы простить нам грехи наши и очистить нас от всякой неправедности. И эти слова здесь не обращены конкретно к грешнику в мире. Здесь говорится о том, когда рожденные свыше христиане оступаются и отступают от слова Божьего, когда в их жизнь тем или иным образом входит грех. Здесь говорится конкретно о нарушении заповеди любви. Понимаете? Если вы соблюдаете заповедь любви, ваш грех покрыт. Если вы хорошо осознаете ее и являетесь ее хорошим управляющим, вы постоянно о ней помните. Любовь покрывает множество грехов. Другими словами, если вы стараетесь соблюдать ее, эту заповедь любви, это будет бить грех по голове, потому что грех порожден страхом, а совершенная любовь изгоняет страх. И это процесс того, как ходить в свободу от греха, безгрешной, бесстрашной жизни, прямо здесь. Этот процесс прямо там. участвует в этой части первосвященнического служения Иисуса. И вы участвуете в нем тем, что позволяете этим двум словам, он верен и он праведен, чтобы простить нас и очистить нас. Там есть две вещи. Простить нас и очистить нас от всякой неправедности. Когда? Когда мы исповедуем это. И мне нравится добавлять здесь. Когда мы исповедуем это по вере, а не по чувствам. Вы не можете оценивать это посредством чувств вины. Вы можете принять ваше прощение. Ваш дух может быть полностью очищен от всякой неправедности. И у вас по-прежнему могут быть симптомы этого греха и вины от него в вашем разуме и в вашем теле. Особенно, если вы жили с ним какое-то время. Именно поэтому, когда вы оступаетесь, Боже мой, не откладывайте это ни на секунду. Сразу же остановитесь и избавьтесь от этого. Аминь. У этого не будет времени пустить какие-либо корни. И особенно в непрощении. Семя непрощения сразу же начинает пытаться прорастать и пускать корень горечи. Если это произойдет, скажу вам, это заглушит Слово Божье. Это остановит действие Божье в вашей жизни. Иисус учил об этом. И Он сказал, что если это входит, оно заглушает Слово, и Слово становится бесплодным. Вы не можете себе этого позволить. Именно так вы участвуете в первосвященническом служении Иисуса. Вы не бежите от Него, когда согрешаете. Вы бежите к Нему. Он милостивый первосвященник. Помните об этом? Он не только праведный, и Он не только верный. Он милостивый. Боже мой, бегите к Нему. Однажды я прибежал к Нему. О, Господь, я сделал кое-что крайне глупое. Я покаялся в этом, но в тот день оно продолжало давить на меня все больше и больше. Я сказал ему позже в тот день, я не буду сегодня вечером там проповедовать. Он спросил, почему? Вот так, сразу же. Если бы вы были там со мной, вы бы этого не услышали. Но я услышал это. Аминь. Я услышал это в своем духе. Но оно прозвучало настолько сильно. Я услышал это всем своим существом, понимаете? Он спросил, почему ты не будешь? Я ответил, ну ты знаешь почему, из-за того, что я сделал. Он спросил, о чем ты говоришь? Я ответил, что значит, о чем я говорю? Ты знаешь, что я сделал? Он сказал, Каннет, позволь мне тебе кое-что сказать. Когда ты оступился, когда ты согрешил, то я узнал об этом не тогда, когда ты исповедовал этот грех. В тот момент, когда ты его исповедовал, ты от него избавился. О, мне это помогло. О, Господь, мне это помогло. Это возросло во мне и стало сильным в моем сознании. Это удалило этот стыд между ним и мною. Поэтому я не был так скоро на то, чтобы прятаться от него. Помните, что сделал Адам? Он спрятался от Бога. Не делайте этого, не прячьтесь от него. Когда вы согрешаетесь, не бегите от него, бегите к нему. Будьте скоро на то, чтобы исповедовать. Скоро на то, чтобы сознаваться в этом. Я воспитывал таким образом своих детей, и я говорил им, вот посмотри, здесь говорится, что если ты будешь слушаться своих родителей, ты будешь жить долго на этой земле, и ты будешь жить здоровым. Ты это видишь? И еще до того, как они научились читать, я читал им это по одному слову и спрашивал. Итак, это слово говорит что? А это слово что говорит? Что это значит? Да, да, да. Хорошо, поэтому если вы не послушаетесь маму или меня, или сделаете что-то неправильное, приходите с этим ко мне, и я даю вам мое слово, как ваш папа. Я даю вам мое слово перед Богом, как служители Евангелия. Если вы придете с этим ко мне, я никогда никоим образом не сделаю вам больно. И когда мы помолимся об этом и перенесем это Богу, что касается меня, этот вопрос будет закрыт. Я никогда больше не буду снова об этом вспоминать. «Хорошо, папа, но подождите минутку», добавил я, «это еще не все». Я ответственен за то, чтобы проследить за тем, чтобы вы жили долго на этой земле, и у вас все было хорошо. Если вы будете упорно продолжать грешить, упорно продолжать нарушать, и не почитать слово вашей мамы и мое, если вы будете продолжать это делать, не каясь в этом, я вмешаюсь в это, я подключусь к этому, потому что я хочу, что вы жили долго на этой земле, и если мне придется это сделать, есть большая вероятность того, что я могу сделать вам больно. Я сделаю вам достаточно больно, чтобы остановить вас в этом. Вот так вот. Хорошо. Я пытался проложить тот же самый путь ко мне и Глории, который Иисус проложил для меня к Нему, чтобы они не боялись приходить ко мне. И затем я должен был держать свое слово. Каким я был? Я был верным и правым. Был праведным по отношению к ним. Я не сделаю вам за это больно. Возможно, нам придется кое с чем разобраться. Однажды я приехал домой из магазина, и Джон прихватил там маленький игрушечный мотоцикл. Он такой же, каким был я. У него в голове были мотоциклы. Понимаете? И я понимал это. И я нашел у него эту игрушку. Я спросил, ты заплатил за нее? Нет. Я сказал, что ж, у нас возникла тут некоторая проблема, не так ли? Да. Я спросил, что мы будем делать? Ты поедешь и заплатишь за нее. Я ответил, нет, я не буду этого делать. Что же мы будем делать? Я сказал, мы вернемся в тот магазин, найдем управляющего того магазина, и ты вернешь ему этот игрушечный мотоцикл, и попросишь его простить тебя. И прежде чем мы туда поедем, мы помолимся и попросим Бога простить тебя. Я прочитал ему это местописание. Я сказал, и так, Бог простит тебя, и я прощаю тебя за это. Но теперь тебе придется разобраться с управляющим магазином. Я не знаю, христианин он или нет. Он может простить тебя, а может и не простить. Я не знаю, но нам придется это выяснить. О, Боже. Мы сели в машину. В машине было тихо. И я ехал медленно. Мы подъехали к тому магазину. Я спросил, могу ли я увидеть управляющего. И мы прошли к нему. Я сказал, сэр, я сказал ему, кто я такой и кем является этот мальчик. Я сказал, этот мальчик мой сын. Его зовут Джон, и он хочет кое-что вам сказать. Этот человек посмотрел так на меня через свой стол, посмотрел на Джона и сказал, говорите, молодой человек. Джон положил ему на стол ту игрушку и сказал, «Я взял ее, не заплатив за нее. Я был неправ. Я прошу вас простить меня». он просто сел там. Просто сел. Я тоже сел. Тот управляющий посмотрел на тот маленький мотоцикл и встал со своего стула. Я практически мог слышать, как билось сердце Джона. Он встал со своего стула и подошел к нему. Он сказал, молодой человек, я не только прощаю вас. Он наклонился к нему, взял его руку и сказал, «Я не только прощаю вас, но я думаю, что вы очень сильный христианин, молодой человек». и Джон. Теперь уже понятно, что он не отправится в тюрьму, понимаете. Мы вышли оттуда и скажу вам, это был сильный урок не только для Джона, но и для меня. Из-за той силы и уверенности, которая была сформирована благодаря тому, что я был верен и справедлив к нему. Что Бог был верен и справедлив к нему. Мы вышли оттуда и мы с Джоном помолились, когда сели в машину, чтобы ехать в этот магазин. И когда мы вышли оттуда, я сказал, «О, Господь решил эту ситуацию для тебя, не так ли?» Он ответил, «О, да, папа». Он благ, не так ли? Он благ, не так ли? Слава Богу, понимаете? Он прекрасно осознавал, что Иисус пошел впереди него и был верен ему. И очень важно учить этому своих детей. Итак, помни об этом. Давайте перейдем к этой сфере. Помните, «Послание к римлянам». Восьмая глава, второй стих. Мы его вчера читали. «Потому что закон...» Вы заметили, что это закон. Закон — это что-то, что работает одинаково каждый раз, когда оно приведено в действие согласно инструкциям. Вы можете загрязнить закон, и он будет работать по-другому, или он может вообще не работать. И страх загрязняет веру. Допускать страх значит загрязнять веру. То есть, вы нарушаете закон веры. Но если вы следуете Слову Божьему, он работает в 100% случаев, и он будет работать для каждого, кто приведет его в действие. Итак, «Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Давайте вернемся к первому стиху. «Итак, нет ныне никакого осуждения мне, если я живу по духу, если я живу по этому закону, а не по своей плоти». Вы не можете руководствоваться тем, что говорит вам ваша плоть. Вы не можете определять, прощены вы или нет Богом или кем-то другим, руководствуясь тем, что говорит вам ваше плоть или что говорят вам ваши чувства или тем, что сказал вам кто-то другой. Нет, вы должны руководствоваться верностью, пунктуальностью и милостью Иисуса, вашего первосвященника. И каждый раз он будет делать именно то, что он пообещал делать. Если вы будете делать то, что он сказал вам делать, а именно исповедовать свой грех. Верить, что вы получаете, когда молитесь. Вы должны привести закон духа жизни во Христе Иисусе в действие. Это то, над чем он является первосвященником. Он Господь над законом греха и смерти. Поэтому этот закон не имеет над вами власти, поскольку вы во Христе Иисусе. А закон духа жизни во Христе Иисусе находится во Христе Иисусе. Это в нем. Он в его имени. Он в его слове. Он в его жизни. Он в его помазании. Он в нем. И он в вас, потому что вы в нем. Аминь. Так приведите его в действие. Приведите его. Он доступен вам. Он милостивый. Он верный. И это тот закон, которому он верен. Теперь нам это понятно. Это настолько важно. Вам действительно нужно ухватиться за это, потому что он он главный исполнительный директор и первосвященник всех небесных финансов. всего его богатства в славе. Он главный исполнительный директор и первосвященник. Другими словами, он не только является его хранителем. Он тот, кто распределяет его. И вы являетесь священником под его священством. И вы являетесь его финансовым распорядителем на земле, чтобы давать хлеб пищу, семя сеющему, умножать посеянное семя. Это наша работа. У нас должен быть какой-то мост между здесь и тем, что находится там, по ту сторону этой святовой линии. Оно уже там есть. У вас уже есть там счет. Аминь. Говоря о его священстве, давайте вернемся к посланию к евреям. Когда вы начинаете узнавать это, понимаете, послание к евреям ведет вас от основ христианства к более глубоким вещам. И все зависит от того, насколько далеко вы будете готовы идти. и оно описывает и детализирует его первосвященническое служение и нашу жизнь в нем. Его жизнь как посредника этого завета между Богом и человеком, говорит Писание. Откройте сейчас десятую главу, и я вам кое-что покажу. Прочитайте первый стих. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными или зрелыми, возросшими, приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов, никакого пораженческого сознания, никакого нищенского сознания. Аминь. Знаете, слова Библии намного лучше того, что говорит этот мир. Дьявол изо всех сил старается заставить нас говорить определенные вещи снова, снова, снова и снова, на которые мы не обращаем никакого внимания, но они в действительности являются словесными ловушками, и со временем вы можете построить что-то в своем сознании, что может даже попасть в ваш дух, и это будет тем, что препятствует главному благословению, тем, что препятствует, мешает вашей вере. И нам нужно быть умнее в этом плане, быть сообразительнее в этом плане. Итак, послание к евреям, третья глава, вы открыли ее? Итак, братья святые, участники в небесном звании, вы разумеете посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Вы заметили здесь слово «Христос»? Помазанный Иисус, Он помазан как посланник, Он помазан как первосвященник. Именно это Он и помазан делать, исполнять Слово Божье. Итак, «Который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его, ибо Он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме Его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А помазанный давайте скажем это так. А помазанный как сын в доме Его, дом же Его мы. «Аминь». 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 «Если», скажите «если», «только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». «Твердо держитесь этого упования, этой надежды, пока она не исполнится». Итак, он здесь представил кое-что на наше рассмотрение, а именно тему упования, тему надежды. «Есть вера, есть надежда, есть любовь». И мы уже знаем наперед, что он скажет. Он скажет, «Вера же есть осуществление ожидаемого или того, на что мы надеемся». «Библейская надежда формируется Словом Божьим». Понимаете? В этом слове мы можем видеть, что происходит по ту сторону этой временной линии, по ту сторону этой световой линии. Мы можем начать заглядывать в эту славу. Мы можем начать видеть, что потерял Адам. Мы получаем обратно нашу способность видеть, слава Богу. Не только лишь просто в естественном спектре, не только в цветовом спектре. Боже мой, мы получаем небеса и землю. Скажу вам иногда, я начал видеть определенные вещи. Сегодня днем Господь спросил, «Ты знаешь это возвещение?» Я спросил, «Какое именно?» Он сказал, «То возвещение, при котором мертвые во Христе воскреснут прежде». Я ответил, «Да». Он спросил, «Ты знаешь, что находится в этом возвещении?» Я спросил, «Что?» Он сказал, «Внутри этого возвещения находится прославленная ДНК каждого человека, которая была утверждена на небесах еще до основания мира, и каждая клетка, эта ДНК услышит мой голос, каждая клетка». Понимаете, он сказал, «Я могу сказать все это за один раз, мне не нужно говорить это одно за другим». Каждая клетка, каждая структура ДНК каждого человека, которая принадлежит мне, живого или мертвого, услышит мой голос, «И они выйдут из этой земли». Слава Богу! И он сказал, «Они выйдут прославленными, и все эти части там, они уже там, они уже на небесах, они там, в славе. Эта слава не где-то там, за миллионы километров. Слава Богу, она сейчас внутри вас!» Я начал видеть это. Я начал видеть. Я мог видеть очертания такого прозрачного вида. Я мог видеть зубы там, где не было зубов. Я мог видеть почки там, где не было почки. Возможно, одна из них была, но второй там не было. Но я мог видеть там эту почку. Все, что ей требовалось, это быть перенесенной из славы в плоть. Слово становилось плотью. стало плотью. Мы так близки к восхищению церкви. Мы приближаемся к нему. Когда все это произойдет, для нас с вами это будет просто еще одним шагом веры. Но мы ходим в этом сейчас. Аминь. И он хотел сказать вам это потому, что помните, Иисус сказал, царство Божье рядом с вами, оно внутри вас. Мы не где-то здесь, а оно не где-то там. Вы рождены свыше. Все, что есть у Бога, находится внутри вас, включая Его самого. Его слово там. Если вы будете вкладывать его туда. ему не нужно отправляться куда-то и проводить там неделю за неделей, чтобы каким-то образом быть выращенным до такого состояния, когда оно будет проявлено на этой земле. единственное из-за чего случается подобного рода вещи, это нарушение заповеди любви, что впускает страх в вашу систему. Потому что совершенная любовь изгоняет страх. Если вы будете нарушать эту заповедь, заповедь любви, страх будет работать там. И страх присутствует там не только тогда, когда вы напуганы. Нет, я абсолютно убежден, что сатана дал бы все, только бы страх не имел в себе этого фактора испуга. Поскольку сатана заинтересован в заботах века сего, обидах, чтобы мы обижались и не имели в себе корня. Какого корня? Какого корня? Будучи укорененными и утвержденными в любви. И тогда сатана может украсть из нас Слово Божье. Должен присутствовать страх, чтобы вы на что-либо обиделись. Да? Вы должны переключиться в этот режим самозащиты и ваши чувства должны быть ранены. А когда нет страха, вам все равно. А когда вам все равно, это не оказывает на вас никакого влияния. Но вы не понимаете, что этот старый глупец сказал обо мне. Что ж, это были его проблемы до тех пор, пока вы не присоединились к нему в этом. Аминь. Мне всегда нравится это рассказывать. Один из моих хороших друзей, который сейчас уже на небесах, его пригласили провести серию собраний в одной церкви в штате Алабама. И вот на следующий день должны были начаться собрания, то есть в понедельник. И он приехал туда накануне вечером, то есть в воскресенье вечером, зашел в ту церковь, будучи готовым на следующий день начать свою серию собраний. И вот тогда-то они узнали, что он оказывается был чернокожим, они этого не знали. И парочка дьяконов подошла к нему и они сказали, знаете, ничего не получится, нам очень жаль, но так у нас ничего не получится. Тогда он просто извинился и вышел оттуда. Это был милейший человек, который когда-либо только жил на земле, просто выдающийся евангельский певец. Он вышел оттуда, и это просто разрывало его на часть. Наконец он остановился прямо перед той церковью и начал плакать. И он сказал, что Господь пришел к нему. И он сказал ему, Господь, они не пускают меня туда. Они не пускают меня в эту церковь. На что Господь сказал Уилли, меня они тоже туда не пускают. И Уилли сказал, меня это развеселило. И я начал смеяться. И я смеялся, смеялся и смеялся. И он сказал, о, Господь, прости их. Боже мой, я просто не смогу держать это против кого-либо. И он сказал, что каждый раз, когда он думал об этом, он слышал Господа и снова начинал смеяться, понимаете. И позже, как он сказал, он полностью избавился от этого. Просто простил тех людей и продолжал двигаться дальше. И каждый раз, когда он думал об этом, он начинал смеяться, вспоминая об этом. И прошло совсем немного времени, как он получил от тех людей письмо, в котором они писали. Можете ли вы простить нас? Если можете, то не могли бы вы приехать, пожалуйста, и провести у нас серию собраний? Мы были такими глупцами, что не позволили вам проповедовать. Он сказал, что ж, может они пустят туда Иисуса? И Уилли поехал туда, и это были величайшие собрания, которые когда-либо были в их церкви, и они пустили туда Иисуса. Но понимаете, если бы Уилли обиделся на них, это бы остановило в нем Слово Божье. Вот что важно. Это не имеет к ним никакого отношения, это их проблема, но это помешало бы Слову Божьему работать в нем, и могло разрушить его жизнеслужение. Но если вы будете оставаться в Слове Божьем, если вы будете оставаться в Слове Божьем, и заметьте, заметьте здесь послание к евреям, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Итак, вспомните, что мы прочитали? Я бодрствую над Словом Моим, чтобы исполнить его. Иисус первосвященник над этим домом, чтобы исполнять Слово Божье в этом доме. Мы этот дом. И смотрите здесь дальше. Давайте перейдем к 4 главе. Второй стих. Ибо и нам оно возвещено. Возвещено что? Евангелие благая весть. О чем? Да. Да. Оно все так. Но дайте мне какое-то местописание. Да, это Евангелие. Десятая глава книги Деяний. Это Евангелие. Слово Божье говорит, что Бог проповедовал Евангелие Аврааму, говоря, «Я благословлю тебя». Это Евангелие. Итак, послушайте очень внимательно. Хорошо, если у вас будет запись этой проповеди, чтобы вы могли снова, снова и снова возвращаться к этому. Или же хорошо законспектируйте это, или же просто запомните, что я здесь говорю. Христос, помазанный и его помазание, искупил нас от проклятия закона, дабы благословение Авраама распространилось на язычников. Это Евангелие. Ну, я думал, что спасение было Евангелием. Так и есть. Оно часть главного благословения. Я думал, что исцеление было Евангелем. Так и есть. Оно часть главного благословения. Я думал, процветание было Евангелем. Так и есть. Оно часть главного благословения. А с чего вообще берет начало это благословение? С первых слов, сказанных человеку Мы к чему-то сейчас подходим Вы меня слушаете Знаете, что Иисус призван делать? Бодрствовать над этим благословением И исполнять его Если вы будете созидать и развивать веру в Слово Божье В веру в это благословение В этом слове благословения намного больше силы Чем любой человек мог потратить за две жизни и четыре вечности Именно главное благословение воскресило его из мертвых Я хочу закончить следующим Помните, у этого благословения по-прежнему все та же самая работа Создавать Эдемский сад Куда бы оно ни шло Это его работа Это то, что оно делает Это никогда не менялось Плодитесь и размножайтесь Наполняйте землю этим садом Эдемским садом Наполняйте ее Это все, что оно когда-либо было призвано делать Именно поэтому Бог может послать вас в какое-то место Которое кажется самым худшим местом в городе Потому что он планирует, что вы пойдете туда и превратите его в Эдемский сад Аминь Была ли какая-либо смерть в Эдемском саду? Нет Значит, спасение является частью главного благословения Первая работа главного благословения В служении Иисуса как первосвященника и Господа Состоит в том, чтобы удалить это проклятие Убрать его Если здесь есть болезнь, удалите ее отсюда Если есть нищета, удалите ее отсюда Если есть сомнения и неверия, удалите их отсюда Если есть страх, удалите его отсюда Он искупил нас от страха Слава Богу Когда вы родились выше, вы не приняли духа рабства, чтобы снова бояться Аллилуйя Нет, вы все преодолеваете силой возлюбившего вас Вы можете это видеть? Когда вы развиваете эту веру в Слово Божье и веру в Его честность Целостность в этой книге завета Аллилуйя И вы начинаете черпать из того, что находится там, в славе Вы начинаете черпать осуществление для того, на что вы надеялись Вы начинаете видеть картину, которую вы раньше не видели И как говорит Джерри Севейл Это предопределенная Богом Предопределенная Словом Божьим мечта Вот что такое надежда Это мечта без осуществления Но если вы будете продолжать и продолжать и продолжать питать ее Словом Божьим Эта мечта начнет облекаться в веру И когда она начинает черпать веру из вашего духа Тогда начинает приходить осуществление И слава Божья начинает проявляться Вы не можете ее видеть, но она начинает выходить из вас Она начинает выходить из вас И она начнет проявляться вокруг вас Но сначала она выходит из вас Она зарождается внутри, как семя Когда вы рождаетесь выше Но она будет выходить через вашу плоть Она начнет исцелять вашу плоть Ваша плоть будет сделана целостной Целостной Словом Божьим Слово Божье вечно Оно будет работать в вас столько, сколько вы будете продолжать позволять вере приходить Продолжать позволять действию приходить Оно будет продолжать работать, слава Богу И они позволили тому, что говорит Слово Божье Моделировать и лепить их жизнь удивительным и замечательным образом На меня действительно произвело впечатление то, что сказал Майк Когда Иисус входит в чью-то жизнь, их жизнь меняется к лучшему Он сказал Я никогда не видел кого-то, чья жизнь изменилась бы к худшему Она всегда меняется к лучшему Меня это действительно осенило, я подумал А ведь это верно Я делаю это вот уже более 40 лет, и я могу сказать то же самое в своей жизни Я видел, как тысячи и тысячи и тысячи людей приходили к Господу Иисусу Христу Я читал их свидетельства Я видел это в своей собственной жизни, слава Богу Поэтому послушайте меня очень внимательно Если вы никогда не приглашали Иисуса Войти в вашу жизнь Быть вашим Господом и Спасителем Не откладывайте это ни на секунду Сегодня ваш день Вы здесь с определенной целью И по определенной причине И Бог устроил так, чтобы вы увидели сегодня эту передачу Чтобы привести вас в Царство Божье Послушайте это Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых То спасешься Потому что сердцем веруют к праведности А устами исповедуют ко спасению Ибо Писание говорит Всякие верующие в Него не постыдятся Не постыдятся Слава Богу Отец, я молюсь сейчас за всех наших телезрителей по всему миру Во имя Иисуса Просто помолитесь со мной этой молитвой Молитесь слух Отец Небесный Я верю, что Иисус воскрес из мертвых Господь Иисус, войди в мое сердце Я принимаю тебя как моего Господа и моего Спасителя Я каюсь во грехе Я отрекаюсь от Него И я принимаю мое прощение Во имя Иисуса Аминь Наш адрес сейчас на вашем экране Напишите нам И мы совершенно бесплатно вышлем вам эту книгу Чтобы помочь вам начать изучать Библию Пусть Бог благословит вас До встречи Иисус Господь